Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Мартин Шонгауэр, известный также как Мартин Шен, Мартин красивый или Хюбш Мартин. Элизавский гравюр-художник был самым знаменитым гравюром к северу от Альп. Шонгауэр первый немецкий художник, который стал знаменитым гравюром. Я пользуюсь переводной википедии, иногда перевод не очень, но что есть. Основная часть сохранивших работ Шонгауэра это 116 гравюр, все с его монограммой. В Азаре говорит, что Микеланджело скопировал одну из своих гравюр в испытании святого Антонио. В его стиле нет никаких следов итальянского влияния, то есть очень четкая и организованная готика, которая черпает как немецкую, так и раннюю нидерландскую живу. Есть несколько прекрасных рисунков, в том числе датированные и подписанные его монограммы, а также несколько сохранившихся картин маслом и фресок. Родился около 450-х годов в Кольмаре, Альзасе. Третий из четырех или пяти сыновей Каспара Шонгауэра, который был ювелиром. Обучился на искусство гравировки, которое представляет собой особый сложный навык, который ювелиры долгое время использовали на металлических сосудах. Двое из его братьев работали ювелирами в Кольмаре, а еще один стал художником. Кольмар сейчас находится во Франции, но тогда он был частью Священной Римской империи и немецкоязычной. Но что необычно для художников готики этой эпохи Возрождения, Шонгауэру был отправлен в университет, предположительно с намерением превратить его в священника или юриста. И поступил в Лейпцигский университет в 1365 году, но, похоже, ушел из их университета через год. Возможно, учился в Нидерландах. Его ранние гравюры показывают явное влияние из нескольких художников ранних нидерландских. Один рисунок, датированный 1469 годом, представляет собой копию фигуры Христа с алтаря Бона Рагира Ван Дервеймина. Устрел Испанию, возможно, Португалию. Вернулся в Кольмар, основал мастерскую в 1471 году. На деньги за алтарь для доминиканской церкви, которая сейчас находится в музее и считается именно продукцией его мастерской. Возможно, доход его основной был изначально от живописных работ, которые он создавал. С 1488 года был занят написанием Большого Страшного Суда в соборе. Это была самая большая фреска к северу от Альп. Но она была неполной, потому что написание этой работы прервало его смерть. Умер он в Брайзахе в 1491 году, возможно, не дожив до 40 лет. Везде Википедия употребляет слово «возможно», потому что основы просто нету, наверное, фактических данных. Кстати, Дюрер в своем странстве поехал в Кольмар, чтобы встретиться с ним. Но к тому времени Шенгайр уже умер. Дюрер был поклонником, традиционером его рисунков. Ну и, конечно, несомненно, гравюр. Среди его учеников был Ханс Букмайер, старший художник Аутсбурга и дизайна «Гравюр на дереве». Другой ученик Шенгауэра, художник Урбен Хуттер, долгое время считался главным автором «Алтара Булля», произведения очень близкого по дизайну и исполнению как собственными гравюрами Шенгауэра, так и произведениями живописной мастерской этого художника. 116 гравюр обычно распознаются, как сделаны его рукой. Многие из пластинок и учеников, как и его собственные подписанные символы М-Крест-С. Считается, что он начал подписывать гравюру в начале 1470-х годов. Подавляющее большинство его сюжетов религиозны, но есть несколько комических сцен из обычной жизни, таких как ранее крестьянская семья, идущая на рынок, или битва двух учеников, которые могут отражать его прошлое в доме ювелира. Ну вот, пожалуй, и все. Так, вкратце, все, что я смог найти о Мартине Шонгауэре, известном как Мартин Шен и Хюбыш Мартин, красивый Мартин, элизавском гравюре и художнике. Смотрим работы. Пока-пока, до свидания. Познакомьтесь с новым автором. Но, во всяком случае, я его даже не знал. Это я. Познакомьтесь с новым автором.